17 ноября Международный день отказа от курения. Он был учрежден в 70-е годы прошлого века по инициативе онкологов. Цель – привлечь внимание общественности к проблемам, которые вызывают вредные привычки. Люберецкий округ всегда был и остается территорией спорта. Наша съемочная группа посетила Люберецкий врачебно-физкультурный диспансер, который специализируется на проверке здоровья спортсменов. Подробности далее. О вреде курения сказано много. Но врачи и в день Международного отказа от курения, и в любой другой, готовы еще раз напомнить, чем опасна никотиновая зависимость. В первую очередь, это чревато, так как это вредная привычка для сердечно-сосудистой системы. Нарушается работа сердца, могут образовываться тромбы в сердце, плюс нарушается проводимость сердечно-сосудистой системы. Также очень большое влияние оказывает на головной мозг. Тем самым, получается, уменьшает ее работоспособность. В числе пациентов-диспансера – дети от 4 до 18 лет. Воспитанники спортивных школ и школ Олимпийского резерва. И взрослые спортсмены. Среди них есть и те, кто пробовал курить. Но совмещать спортивные занятия и курение невозможно. К нам за год обращается порядка около 6 тысяч спортсменов. Потому что еще наблюдаем не только Люберецкий городской округ, но также ближайшие города. Это Лыткарина, Котельники, Держинка, Раменская. Там, где нет спортивных врачей, нет диспансеров. С пациентами Люберецкого врачебно-физкультурного диспансера в плане курения все в порядке. Случаи обнаружения курящих единичны. Кроме спортсменов, учреждения специализируются на обследовании граждан, планирующих сдать нормы ГТО. В связи с употреблением никотина идет нарушение работы с речесосудной системой, в первую очередь. И человек переносит плохо нагрузки. В связи с этим, получается, у нас идут нарушения на ЭКГ, плюс, возможно, некоторые шумы в сердце появляются. В связи с этим мы дообследуем ребенка. Профилактикой отказа от курения коллектив диспансера занимается постоянно. Также своим подопечным врачи рекомендуют избегать вредных привычек в питании и соблюдать режим сна. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин